Ты сейчас снимаешь, да? Тогда я не буду называть имя очень скромного спонсора нашего канала, который не хочет, чтобы его имя называли. Он спонсировал все, что связано с каналом на очень большую сумку. А вообще, объясните мне про этот канал. Я иногда что-то вижу, какие-то видео, которые Леша выкладывает, но я, конечно, не следил по всем этим. Про эту функцию RIM, ты знаешь, что у нее есть разложение произведений по всем простым, но ты еще в школе отдавал задачу. Вот, если теперь мы возьмем в знаменателях внизу, вместо единиц, поставим количество решений. А здесь количество решений для данного тега, над полем испеями. Получается, что там еще поставщики императорского величества и короля датского. А, Эд, ты же пианист, да? Саш, у нас Эд пианист. Может сыграть тоже, но мы сейчас с тобой споем, потом можно ряду заснять. Понимаешь? Круто будет. О, как настраивает, да? Нет, по-хорошему это надо на слух настраивать, но поскольку... К Александру Ханевичу Шиню, моему учителю школьному, идем с ним беседовать про все, про математику, про жизнь, песни петь. Вот его дом. Я до сих пор помню код. Сколько лет прошло, я помню код на двери. Сейчас проверим, помню. Публиковать его не надо только. А? Нет, не будем, не будем. Мы сейчас его просто откроем и убедимся, что я его помню. Сейчас попробуем. На подъезде надписи. Есть. Ес! Добро пожаловать! Проходите. Тут можно на лифте, а можно... Я всегда разворачиваюсь на лестницах, потому что даже от двух повороков подряд у меня очень кружится голова. Поэтому мне всегда нужно каждый... Каждый 250 бьется, да, в состоянии такое движение. Раз! И все хорошо, да. А вот и квартира. Два, два. Опустила. О! О! Привет! Привет! Целая команда. Здравствуйте, заходите. Да, можно... Мотор идёт. Да, мотор идёт. О! О! Перелётные ангелы летят на север. Их нежные крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыше зданий, и на храмах покинутых ночуют они. И на утро снимаются полёт свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры южные, в лицо садою, и отлини последний, ты свой выронишь лом. Это значит на век твою ваш вкус. У нас... Саша, у нас едут пианист. Ну тогда... Может сыграть тоже. Ну мы сейчас с тобой споём, потом можно едут заснять, слышишь? Круто будет. А вот как? Настраиваем, да? Нет, ну по-хорошему это надо на слуху настраивать, но... А что то? Сейчас. Да, подымасло. Да, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это значит на век твою бочку сеную Осенит из бабление либединым крылом Жмите, братишечки о дальних семьях жмите, громкие брат universe Про утрачены в юг! И, Веленые аглы летят на север и в тяжелые крылья над тундрой поют перелетные ангелы летят на север и в тяжелые ну и школьного репертуара я думаю что что мы с тонисом да там перья и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 У нее стеклянные перья, И слуга седай, попугай. Она открывает двери, Матросам попавшей убрай. На свете этом Одной только песней жить. И я больше не буду поэтом, Я в море хочу уплыть. Я в море хочу уплыть. Да, но... Субтитры создавал DimaTorzok Говорит Бог с добрым утром. Говорит Бог с добрым утром. Но над нами с утра, над нами с утра, Как кричат руганье на пожарище. Голосят Рубара, колосят Рубара, С добрым утром вставайте, товарищи. А потом, засыпая, мы едем в метро, В электричные трамваи в автобусе. И горяча, выворачивая Тро, Рубара, О победах ведома нестек. Ведома, бывает такая пора, Что сточуя на припадке отчаяния. Послевать Рубара, послевать Рубара, Что послышишь прекрасность молчания. Ну, в общем, надо только это выучить. Но, так или иначе, Бах был специалистом по органам. Но не первым, органы были до этого. А рояли появились, современные рояли, но в таком тяжелом виде, с металлической декой, металлической граммой и это самое. Я думаю, что это минимум середины 19-го века. Даже, может быть, позже. То есть, на квартире у моих родственников в Питере, которая 1812 год, стоит один из первых роялей, только-только с иголочки. Ну, нет, они постепенно увеличивались. Здорово. Ну, а на самом деле простая вещь. Допустим, ты настроил струну. Да. Дальше ты хочешь настроить... Это та самая, 440, да? 440, да. Дальше ты хочешь настроить ре к твинту. Да. Это что-то с корнем из двух, да? Нет. Квинт – это три вторых. Три вторых. А. То есть, это, значит, ты получаешь 440 поделить на 3 умножить на 2. Другая будет... Нет, это национальное число. Дальше ты, естественно, настраиваешь хват. Сейчас, друзья, три вторых после элогаритмизации или до? То есть, как бы... До всякой элогаритмизации. До? Нет, до. Просто... Просто чистота, да? Вот чистота. Сейчас... Ну, это целое дело. Вот это 440. 440. И это, естественно, 220. Это 220. А ре близко к... Преоритмам, да? Ре делит отношение, значит, вот. Это 4 третьих от 220 или там 2 трети от 440. То есть, вот это отношение... Квинты это 3 вторых, а кварты это 4 третьих. Ну, в чистые кварты. Если настраивать чисто, то будет вот так. Да, но при этом каждый полутон это корень 12. Ну, после этого, значит, если ты будешь настраивать дальше, там, следующий... Ну, этот квинтовый круг. Настроил поля, настраил ре, паре, настраил слай, там, после настраил до, потом... И потом пошло. И так далее. Ну, да. Потом в какой-то момент ты придёшь обратно... Естественно, да. Если ты всё будешь настраивать как три вторых, то эти три вторых... Накопит ошибку. Не будет степенью двой... Не будет целого числа октав. Там, должно быть... Не будет целого числа октав, поэтому будет плохо. Соответственно, надо немножко исказить каждую квинтову. Равномерную инфраструктуру в том, что все эти квинты искажаются. Чуть-чуть. Так, что они чуть-чуть меньше трёх вторых. Но за счёт этого там в нужной степени получается... Получается... То есть три вторых должно быть очень точно равно два в какой-то рациональной степени. Два в степени, но даже можно понять... Причём примерно на двенадцать. Семь двенадцатых, да? Раз, два, три, четыре. Ну, семь двенадцатых. Семь двенадцатых. Естественно. То есть три двенадцатых – это корень двух, который один и четыре. А полтора, соответственно, два в степени семь двенадцатых – это большая точность. А ещё большая точность, соответственно, была у индусов двенадцать девятнадцатых. Да? У них девятнадцатые рядные. Ну, это надо разбираться. Нет, там... Ну, в общем, на двенадцати мы получаем... Нам нужна рациональная числа. Нет, я помню, что он двенадцать... Был такой Андрей Коробов, который... Отец, кстати... Отец, кстати... Отец Лолодина, да? Ага. Он был моим однокурсником. Он как-то пришёл с гитарой, у которой были сделаны лады, значит, не двенадцать, а сколько-то. Ну, двенадцать, наверное. Потому что у индусов было... У них двенадцать девятнадцатых приближало. У вас не двенадцать девятнадцатых равно... Ну, вот... Я бы вместе, как такое говорите, посмотрел бы в Википедию. Можете... Хотя... А вдруг в Википедии, как вот сейчас я прокололся... Ну... Нет. Но, так сказать... Тем не менее. Да, я понял. Фантазия всё-таки... Вообще, я готовлю... Про музыку я хочу сделать лекцию. У меня очень много народу просили. Понять сейчас какой-то темпированный клавир, что... Ну, я не знаю. В принципе, выполняют... Ну, а на этой... Нет, можно демонстрировать на скрипке. Потому что, ну, там, когда настраиваешь... Там просто что-то... Ну, ты можешь выбрать... Выбрать ноту, ты настраиваешь... Сделаешь кварту, а потом... Ну, чистую... А потом... Сделаешь так... Ну, по-другой... Настраиваешь там по-чистую... Секс... Ту самую... Наверное, секс... Не знаю. Еще вот там есть... Ну, можно просто... Там хорошо слышно, что нужно чуть-чуть выше или чуть ниже, в зависимости от того, с чем ты хочешь согласовать. Угу. Еще чистый строй не может... Там некоторые ноты не могут быть... Да, понятно. Угу. Я думаю, что если набрать вот... Вот если ми, ля, ре, там три струны... Можно настраивать... Си, чтобы было... Ту... Чистая... Та... А можно, чтобы... Чистая кладка... И это разные... Си, си, си... Ну, в общем, это... Это надо кого-то, кто умеет играть на скрики, попросить это сделать... Будет это убедительнее... Да... Может, свою дочку попросить? Ну, да. Ага. Нет, там даже целая теория есть, потому что если серьезно это делать... Вообще нужно... Если ты... Там, на самом деле... Три вторых... Потому что у струны, которая имеется в гармонике... То есть, на самом деле, когда струна звучит, реально звучит одновременно там два... Двое на частоте... Тайная частота... Тайная частота... Ой, фирма. Фурье. Вот, вот... Нет, даже если потренироваться, можно попытаться эту гармонику... Фурье дает и дальше да. Да. И резонанс наступает... Сейчас. Ага. Надо понять, это середина или нет? О! О! Вот ты... Ты убрал главную доминанту, да? Если я в середине ставлю палец... Флажолет, получается. Двое, да. В гитаре флажолет, да? Ну... Да, это флажолет, но это просто на любом состоянии. Вот. Теперь можно пытаться еще, чтобы он умеет... Но сейчас я... Да, зажал и возникло следующее, да. Вот это... Соответственно, если я беру квинту, то вот, скажем, эта нота B, она является двойной от этой и утроенной от этой. Поэтому, если отношения не в точности три вторых, то вот так возникает. Это одна из гипотез, почему нам приятно, когда просто приятные отношения. Потому что тогда те обертоны... Многие обертоны совпадают. Они совпадают. Да, 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 у них. Видишь, гипер был прям вот... Да. Нет, но это можно... Это можно это самое здесь... Ну, есть стандартный вид, я подарил Шурик Кириллов. Если я ее только найду... Сейчас. Раз. Два. Ага. Прямо с пакетом, да? Еще осталось, да? Да, да, да. Нет, еще, по-моему, как немного сделает. Вот, камера, да, новая наша? Да. Камера куриный глаз. Как ни верти, она смотрит на лицо, которое она поймала, ты что ли? Еще дошла наука. Вот. Ого. Ты сейчас снимаешь, да? А, нет, нет, да. Тогда я не буду называть имя очень скромного спонсора нашего канала, который не хочет, чтобы его имя называли. Да. Он спорсировал вот все, что связано с каналом на очень большую сумму. Сейчас, нет, а канал... Вообще, объясните мне про этот канал. Это сколько... Сколько, так сказать, вообще там... Нет, я иногда что-то вижу, какие-то видео, которые Иоша выкладывает, но я, конечно, не следил по всем этим. 38 тысяч у нас, да? Почти 38 тысяч, да, у нас? В общем, близко 39 тысяч. Нет, сколько там разных, ну, этих, ну, роликов, как сказать, и как они классифицируются. То есть там есть записи лекций. Да. Значит, там есть сколько-то плейлистов. Вообще лучшего... Всего роликов там что? Да. Всего роликов? 100 тысяч? Нет, 100. Ну, 100 или 200, да? Да. Как это согласуется с лекциями, ну, с этими записями, которые в школе происходили? А! Нет, 100 уроков это отдельно. Вообще. А, вообще не входит. Да. Так, они на Саватеев Хуз. Есть такой... Да-да, это я знаю. Саватеев Хуз. Вот человек, который его ведет. Вот. И там, там 700. Ты все здесь, да? Нет, нет, нет. Зачем взять? Если надо всем тогда принести. А, ну, а потом уже купить. Вот. Значит, есть Саватеев Хуз. Да. И там собрано около 700 разных моих лекций периода до канала. Просто, ну, реальных видеозаписей лекций, которые были сделаны. Да. Бот вылавливал просто там. Да. Бот вылавливал везде. Да. Вот в частности, ну, скажем, то, что записывалось в этом самом... Да. В Филипурской школе у меня приклеился... Ну, я уже знал. Сейчас, а кто все это, значит, этот специальный канал, это вы специально снимаете, как бы, так сказать, для, ну, вот, как бы, сценарию там... Ну, в попсовом формате для широкой общественности рассказываем о математике. Ну, как это происходит? То есть кто-то пишет сценарий, или Леша просто это самое... Я не могу на камеру сказать, что он делает, а вы записываете. Придумаем разные сюжеты близкие математической тематике, и их... В каждом выпуске снимаем что-то новенькое. Вот вы наш сегодняшний новый герой. Да, хорошо. Ну, ладно. Нет, есть этот режиссер, который говорит, что надо делать? Или вообще как это делать? Это Егор. Это Егор. У нас сегодня... Да. Свободная беседа. Свободная беседа. То есть Алексей ведущий. Да. Ну, хорошо. Мы эту историю снимаем. Нет, нет. Ну, пусть все могут стоять. Да. Ну, ладно. Так и чего? Мы должны свободно беседовать. Да. Да. А, должны ли мы записывать... О, здесь она, присядь здесь, да. Здесь очень, на самом деле, неудобно, там есть шип такой. А я все равно играть-то не умею. Да. Ты больше. Да. Я... Нет, ну так чего? Должны мы сейчас это самое. Давайте я прямо под видео расскажу про этот самый... До конца про канал, да? Да. То есть сто урок математики находится на сайте. Салатеев. Там же находится все, что было до начала действия с каналом. Канал открыли в начале 18-го, наверное, года или в конце 17-го. Но в течение года набирали первую тысячу очень медленно. Ну, как бы, как бы. Испоненты, да? Да. И, значит, дико помог в наборе подписчиков, конечно же, просветитель. Потому что, когда мы вышли в финал... Да. Да. Мы вышли в финал. Даже то, что мы не получили, уже не так важно. Потому что все предыдущее было освещение, как бы, непрерывно как бы... Народ следил. Да. И у нас просто, ну там, рост подписчиков, он пошел... Ну, в некоторый момент просто экспоненциально пошел. Ну, потом понятно, что все сгладилось. Вот. И вот где-то 10 тысяч уже было вот... 10 тысяч было в декабре, после вот просветительской кампании. А потом еще некоторое время росло быстро. Реально быстро. И где-то, наверное, через месяц или два было уже 30. А вот с марта до мая уже рост начал замедляться. И вот сейчас уже планка 40. Для нас, ну там, ну достижимо, конечно, но это некоторое время. Если мы не изменим каких-то... Если мы не придумываем еще что-нибудь. А, нет, а есть ли понимание, кто эти люди в основном? Это кто? Это кто? Я боюсь, что нет. Туинципи, которые не изучают... Ну, я сначала могу сказать, что это мужчины. Уголовно. У нас 29. Как это разделяет? А это у Егора, там он лазит туда-то, смотрит пол подписчика. И там есть доступная статистика. Пол, наверное, может что-то другое, например, возраст. Да, можно. И это мужчины от, значит, от 30 до 40 лет. Это половина, чуть не половина, может быть, 35 процентов. А они смотрят так просто... Вот сейчас Егор расскажет. Егор, правильно понимаешь, что там есть статистика на канале, да? И вот по ней можно узнать, что у нас 99 процентов это мужчины. Ну, чуть меньше, чем 99. А там в какой-то момент я видел 99.1 и 0.9, или это просмотры? Бывает статистика просмотров и статистика подписчиков. Если более правильно сказать, то 97 где-то процентов. 97 процентов мужчины и 3 женщины. У нас самый сексистский на свете канал. Мы же даже чемпион мира. Да нет, странно, нет. Как-то мне казалось, что ваше содержание не должно вызывать того гендерного дисбаланса. Ну, тут мы можем начать рассуждать. Если мы начнем рассуждать, мы распугаем тех единственных оставшихся. У меня объяснение такое. Содержание чрезвычайно интеллектуально, поэтому отбор в пользу мужчин. Но некоторые женщины все-таки интеллектуальны тоже. И вот мы как раз у нас самые интеллектуальные женщины. Можно посмотреть процент подписчиков других каналов? Или только владелец канала может посмотреть? Я, по крайней мере, не смотрел другие каналы. Нет, ну технически это... Нет, ну просто... Я думаю, уже здесь... Видимо, дерьмы нет нельзя. Кто сам говорит об этом, тот только разглашает. А так сам нельзя посмотреть. Нет. Я бы уже, если сравнить, скажем, с лекциями там, я не знаю... Просывал. Спросывал института Саймонса, там, может быть, другая. Так что... Да, совершенно не очевидно. Это... Это объяснение уже представляется. Не очень. Ну, надо посмотреть, да. Слушай, ну это интересно... Нет, ну это если никто не может посмотреть... Это интересный исследовательский вопрос, я бы сказал. Вот. А так на видео... Значит, на... Да, мы подали его на просветитель Digital в этом году. А есть еще какая-то... Да, его изобрел Зимин. Да. Но в этом году немножко абсурдно выглядит. Он просто вышел и сказал, мне больше всего нравится вот этот этот канал и я им даю денег. И... Ну, как бы... Не мой вопрос, вот the fuck. Был ответ. Хорошо, в следующем году будет тоже комиссия. Ну да, нет-нет. Ну, это... Ну, почему... Ну, в принципе, он имеет право. Понятно, да. Но это вопрос легитимности становится, да. Что если он сам принимает решение, то непонятно, легитимно оно или нет. А вот если будет серьезная комиссия, типа там, семихатовой компании, ну и в этом году будет Digital, простите, Digital в виде серьезной комиссии. Мы подали наш канал. И сейчас Прохорович, Минский, пытается причесать его так, как ему кажется лучше для того, чтобы он имел больший шанс. А зачем нужно получать эту крену? Это деньги какие-то? Ну, деньги взять, там вот такие камеры купить еще. Нет-нет, то есть... Ну, популярность... Ну, это как бы часть движуха, движуха связанная с интернет-просветительством состоит в том, что все меряются количеством подписчиков. Вот это как бы, ну, валюта местная. Нет, я на самом деле как-то не очень попроникся этой идеей. Я понимаю, нет. Смотреть, читать книжки... Читать, по-моему, проще, чем смотреть, если серьезно. А то, что там, ну, так, читаешь со всей скоростью, ты хочешь. Ну, да. Но, на самом деле, у меня приходят отзывы, начиная вот... Алексей Владимирович, вы восхитительны на скорости Х4. Подожди, это надо делить на 4 или умирать? А другие пишут, говорят, мы не можем вас понять, пока не включим 0.5, а 0.5 знаешь, как вы говорите? Как будто человек тяжело пьяный. Дашь на стенке. Ну, да, да. Дорога, да. Значит, ты им приблизил нас такой кашлятый. Да. Вот здесь получается. Стопай, ну, так. По скорости Х4, если бы приставить так вот, я бы напряк. Нет, я давно уже не напрягся, что он сам раз. Нет, я понимаю. Я веселюсь. От 0,5 до 4 люди смотрят. А у тебя еще имеется отдельный курс на курс серии или на степике? Да! На степике пока нет, у нас сейчас большой спор. В нашей команде есть некоторый спор. Есть идея, что на степике курс пан-математики будет смотреться лучше, чем на канале просто. Ты там в перемешку с таким сильно популяризованным контентом. Но Миша говорит, что с точки зрения просветителя это недопустимо и убийственно. Потому что если на канале будет одна развлекуха, то просветитель точно совершенно не даст премию. А если будет серьезное содержание... А почему нельзя ставить на канале? Вот, сейчас мы так и пытаемся сделать. Там же в принципе можно, там есть некоторые задачи добавлять, там можно какие-то тексты выкладывать, лекции и прочее. Ну, в общем, да, но задачи еще надо сочинить, у нас проблема там вещь какая, чукча, не задача, чукча лекции, да, в нашем случае. Ну, нет, если не имеется в виду, что люди должны что-то реально понимать и делать, то тогда... А там разные люди, то есть видно, что некоторое количество людей очень маленьких процентов. Да. Используют это по назначению, то есть понимают и пишут вопросы, из которых очевидно, что они все поняли. Некоторые пишут, что уточнение... Ну, собственно, давай сейчас наберем... Нет, ну подожди, ну... А, ну да, посмотрим, да, 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 да. Может быть, там было как так или как ты привык? Нет, ну это... Ну мы потом проверим их совпадение. Нет, ну а что проверять, когда их... Ну ладно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что многое будет. Ну, собственно, да, следующий куплет будет примерно так. А, и следующий, последний. Как трудно на свете эхал... Одной только песней жить... Я больше не могу полетом Я в море Я в море Я в море Я в море Хочу Я в море Вам Наши земной Крышки Замы 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 Несложным заполняла, а не выслов, напомнила неостаново, что музыка как любовь, что музыка как любовь. Есть, просто есть. А, есть, да, ты правда. А я пил горькое пиво, Улыбаясь глубиной души Так редко поёт красиво В нашей подземной кауши Книжки про Юникс, я смотрю про Линукс там, Какой-то ещё Сьюз 5.1 Нет, ну тех это так просто, ну, суровые необходимости, они не оценены, да? Нет, Линукс, ну когда-то, когда вот были первые, первые Юникс машины, там в лаборатории, каким-то, уж не знаю, там из-под эмбарго или как-то, они тайно привезли эту машину, которая называлась, кажется, Викат, и там был процессор Моторолы 68000, соответственно, он был первая такая Юникс станция, когда ещё, ну было ПДП, конечно, и СМ, не в том количестве, но вот она была такая персональная Юникс станция, у нас на работе была, ну вот поэтому... Это в каком был институте? ВИПИ А, ВИПИ А, ВИПИ, ВИПИ То есть это был какой-то, я не знаю, восемь минут, какой-то год ВИПИ Я помню огромные компьютеры в кабинетном классе, я помню, как пришёл ты к нам на урок и сказал, что налажено электронная почта, что это такое, спросил я И это значит, что ты пишешь письмо, и оно тут же оказывается в Америке, например, или в другой любой стране Я говорю, как это возможно? Я очень долго не понимал, как это возможно А там действительно кто-то сразу сел, стал куда-то писать Ну, то есть тогда на самом деле... Побежали писать Боре Таупкину Да, Боря Таупышко там Да, уехал недавно Он стал раввином, это я помню Он был раввином долгое время, может и сейчас раввин То есть он ушёл в религию полностью Нет, тогда это всё сложно было Тогда я договаривался с кооперативом Демос, чтобы они открыли нам аккаунт Ну, это не сразу мешочек было Концерт, концерт школы По UEPC Нет, я имею в виду, что там не было IPCCP и IP-соединения А я не знаю, что это такое Ну, не мгновенно было Сначала всё это накапливалось на компьютере А потом, значит, с большими трудами звонили по модему А-а-а, да, дзиннер Начинают передавать, да? Ну, это UEPCP как называлась программа Она так модем делала примерно А потом начинал Передавал И это передавалось Ну, причём, линии были очень плохие Передавалось это медленно Там модем надо было покупать, который с суммоподавлением Они были дорогие Вообще целое было Ну, ела Но, кстати, кооператив Демос Тогда совершенно бесплатно нам открыл для школы такой аккаунт И первые несколько лет это было так А там кто-то из наших работал, да? Не знаю, я просто пришёл туда Ну, я знал, что в других местах есть Да я думаю, что они ничего не знали Ну, просто пришёл, пришёл такой хрен Сказал, что школа там, то и всё Ну, и видно было, что, так сказать Ну, он в состоянии это, в принципе, установить на линии А они не пожалели Потом мы собрали какие-то деньги Благодарностью за это Но несколько лет это было совершенно И с их стороны чистая Чистая благотворительность И после этого все стали переписываться там Да, 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 да Это, я помню, период уже Уже когда мы учили следующий класс Когда мы с тобой уже были учителя Да От Караули Улюкина и Денис Шварц Да Уже как-то я, даже я как-то заходил куда-то Отправлял письма Вполне так регулярно Тогда это, по-моему, ещё было тоже в режиме USB Но было, да, было мало Я забыл электронную почту только в RASH В 1995 году, реально, свою Да нет, это тоже была почта именно Это не было Да, электронная почта, да Ага, электронная почта Точно В RASH я её пользовался В RASH я её пользовался Все этого Тайм консьюбинг Да, да А потом я В 99-м я уехал в Екатеринбург преподавать что-то В очередной раз И в 99-м там как-то Что-то вообще было необходимость куда-то писать письма А я завёл электронную почту на Mail.ru Один из первых Ну там, может быть, через три года спустя основания Я даже не помню, но в общем ещё очень мало было И мне далее Хибин и Mail.ru Разрешили завести А почему у нас могли быть проблемы? Уже кто-то мог занять Ну вот у моих друзей там У которых тоже по этой схеме Там Алтай 65 Тунгус 24 Ну в общем понятно Вот такого типа А у меня прям Хибин и Mail.ru И я совершенно обалдел Когда увидел, что это самое Увидели Хибин мало Да, да Я завёл И дальше было очень две смешных истории Первая история такая Мой одноклассник Даня Клейман В это время учился в каком-то Бостон университете Или ещё где-то В Америке Он ещё не вернулся в этот момент Потом всё вбросил И вернулся в Москву А в этом момент ещё там сидел И он написал Ничего не понял Потому что ты пишешь по-русски И транслитерации непонятно что Какие-то непонятные эти самые Но я только понял, что ты в Хибинах А я в Катеринбурге сижу Да Вот А вторая история такая Через пять лет после этого Мне написали из заповедника Хибины Маунтин С адреса Хибины Маунтин С mail.ru Что им хотел получить этот адрес Потому что им тогда было бы наше Да А я сказал, что если вы хотите Я могу уступить Но вы будете разгребать каждый день Огромное количество писем на мой адрес Вот В этот момент Люди ещё вполне понимали Что нельзя Как бы Нельзя грабануть Чужой адрес почты Можно грабануть Чужой холодильник или машину Да Но нельзя отнять у человека адрес Это будет всё равно Как бы ты с ним Что будет с ним делать Нет, но можно Интересное прочесть Может быть Но это да Нет, но с целью использовать Никак нельзя То есть с целью, чтобы он стал твой Это очень большие издержки То есть есть уже это Хибины Маунтин Мой То уже заповедник очень сложно его передать Вот Вот так вот Да Потом Значит ещё один был класс Ну Да Было Было Да У меня вопрос А Как вы познакомились? А Саш, мы учите? Нет, просто нет Мы Встраивали собеседование И все желающие Приходили Там был кружок до этого ещё А Ещё мне предупреждали Что в эту школу поступить нельзя Потому что там учатся только евреи Я спросил А А как это можно понять Вот Если я приду в школу Меня спросят евреи или я что ли? Нет, нет Они умеют это делать Они поймут, что это не евреи Тебя не пьют В старой школе там Были А откуда они знали по 50 с этими школам? Ну, когда началось Меня же куда? Меня либо в дурдом Хотели отправить Либо Выгнуть из школы в матшколу Одно из двух У меня не было других вариантов После того, как я В школе, в которой я учился Ты уже достал их Так, что Невозможно было рассмотреть Дальнейшего пребывания моего там А надо было куда-то Либо в дурдом Вот Либо в дурдом Потому что я срывал уроки там Плохо лёг Либо Иди куда хочешь И мы решили поступать в тщательную школу На всякий случай И тут нам сказали Что туда вы всё равно не поступите Там одни евреи Вот Я пришёл Это в каком классе? Это было в седьмом классе Тогдашнем седьмом Набирали на три года То есть был год кружка И ещё три года Нет, два года кружка На самом деле Для этого я ходил На кружок Значит два года кружка И три года Три года собственной учёбы Да На кружок меня послала Кстати, учительница математики В той же старой школе Да Когда я заявил ей, что Аксиом И она говорит Ну вот И через каждую точку проходит только одна прямая Которая параллельно задана Я говорил Ну это обычный геометрик Геометр Бачевского их много Иди-ка ты отсюда Да Она сказала Слушай, надо уже это самое Хватит уже валять дурака Иди ищи там кружки и мат школы Вот И она значит сказала, что искать И мы потом У мамы подруга была Вера Леонтович И они естественно хорошо знали Семья Левина Леонтовича И они сказали, что пусть ходит на кружок И потом поступает Я пришёл поступать И мне вот в старой школе Как бы у меня нас торопалили Что только евреи Я пришёл Там действительно было много евреев Но при этом значит Нигде не спрашивали Евреи я или нет Я пришёл решать задачу Ну сижу думаю Ладно сейчас посмотрим Сейчас мы порешаем И вошёл Шень И говорит Нужно решить Как можно больше задач А я поднял руку и спросил А сколько нужно решить Чтобы точно поступить Вот Ничего не помню Ну наверное Да А ты сказал, что такой цифры нет Но чтобы у вас Приголосили на следующее собеседование Нужно решить как можно больше задач Я в этот момент Я в этот момент Это кстати не в самом начале Я в этот момент решил 7 из 16 Да Я говорю А сколько вот нужно Я решил 7 на данный момент Это достаточно или нет И ты сказал Решайте дальше Не надо спрашивать эти вопросы Сидите и решайте Не отвлекайте себя и других Я решил ещё 3 У меня было 10 из 16 И меня позвали на субботу То есть это был неплохой Видимо результат на тот момент Вполне Меня позвали на субботу А я пришёл Говорю, мам, что-то плохо всё 10 всего задач решил Там не успел Многие решить Многие даже не стоит прочесть Вот Ну и значит Пришёл в субботу 11 апреля 1 апреля было первое собеседование И отправляли либо 8 на среду Либо 11 на субботу Меня пригласили на субботу В субботу были ужасные задачи Сложнейшие Настолько сложнейшие Что через полурока Я ещё ни одной не решил из 6 А потом вдруг Меня быстро поосеняло В трёх местах И я решил 3 из 6 Сказал маме Чёрт Три задачи Я как-то плохо иду очень И тут опять приглашали на субботу меня Значит А там как бы Ходили разговоры Что если плохо То в среду А если хорошо То в субботу Ну ходили разговоры Не знаю Правда или нет Было много? Нет В принципе Это ничему не противоречит Но я не помню В общем позвали опять на субботу Там я решил 5 из 6 уже И И потом была ещё одна суббота Где я решил 4 из 6 И мне Ты и Аркаша Да Сказали что я принят Но условно Тут я опять начинаю думать Что значит условно Во-первых Я не еврей Я принят Это уже противоречие Что мы имели ввиду Что мы имели ввиду Под условно А что это значит Ну нужно ещё пройти собеседование У Блюминой И Джемса Нет Джемс не может быть Директор Ой Собеседование директора На котором будут беседовать Блюмин и Джемс Я говорю Ну там нужно будет тоже решать задачи Нет Там не нужно Я говорю А как тогда его пройти Как можно его пройти Или не пройти Ты опять говорит Хватит задавать вопросы Вот Вот место Вот пожалуйста Приходите Вот Я пришёл туда И там вообще было шикарно Блюмина смотрит на меня и говорит Как-то сразу так Ну я пришёл такой совершенно Очень маленький был Я был Гораздо Ну как бы Младше возраста по виду Вот Пришёл такой весёлый Улыбаюсь Тупо так совершенно На неё смотрю Скажите пожалуйста какие А или на ты да Перечисли западных авторов Которых ты знаешь И читал И я говорю Карлсон Тут она всё Выбирала И больше ничего уже не сравнишь А больше ничего Говорит да Я тут начал напрягаться Думать И говорю Ну как Нет 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 Говорю Шерлок Холмс Говорю и Дети Капитана Гранта Я читал Она значит Замолчала Так как бы Ну просто видимо Подумав какой ещё вопрос задать И тут вмешался джим Какой-то хилый очень Ты вообще Отжиматься потягиваться умеешь Я говорю Да конечно Я десять раз потягиваюсь И двадцать раз отжимаюсь Он говорит Ну потягиваться мы здесь не проверим Отжиматься вперёд Я отжался двадцать пять раз В кабинете директора Он сказал Всё хватит вижу что Да 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 Прошу прощения Действительно молодец Молодец Нет ну на самом деле Это было чисто Это было так да Ну администрация хотела посмотреть На школьников Но по-моему Ну там иногда Не решалось так Иногда было что какие-то школьники Явно Ну даже гементарно прошёл Гементарно прошёл Но это как выражался Глюмин Больные на что просили Но значит Но Всё-таки Были случаи Когда про некоторых людей Пугались Они говорили что Примем его Потом непонятно что будет Да Ну вот я помню В последствии Когда я был в команде Уже Я понял что Вот есть твоя команда Которая очень старается Брать всех Кто прошёл математику Команда Ведовича Которая не решается Есть такая идея Что если Человек Видно что он ничего делать не будет Но пока он решает Хорошо Что тогда Брать его У меня была простая идея Что сначала взять А потом выгнется А другие считают Что это не гуманно Потому что Ну если как Взять А потом Что же он будет делать Это всё понятно Но В общем тут Хорошего решения нет Но А помнишь Феортистова что-то рассказывал Это надо рассказать Ну помню историю Феортистова выгнали Ну Неуспеваемость Да И он пришёл Через три недели К тебе В школу Во время наших уроков В субботу Последние два урока Мы вели Вовка Да Слушайте мне нужна Александр Ханевич Ты очень серьёзно К нему подходишь Да Он говорит Дайте пожалуйста Мне листочки За эти три недели На самом деле Мне очень интересно Всё равно решать И я буду следить за процессом Ну так бы Мне всё равно интересно Продолжать Быть в курсе Ты прям прослезился Буквально Ты побежал их печатать Сейчас подождите Сейчас всё сделаем Вот этот уже сейчас есть А вот этот я сейчас там напечатаю Ты очень долго бегал Собирал эти листочки Нет Ты помнишь Что произошло Да? Нет Не помню Я сейчас расскажу После этого После этого После этого Через час Звонят в школу и говорят В отделение милиции Попало Нет Это я уже знаю Нет Я знаю с другой стороны Ну сейчас это скажу Да Вот значит Они пошли Он после урока Взяв листочки Это как бы Это было для отвода глаз просто Он пришёл Сделал вид что он интересуется Прослезил Александра Зачем надо было взять Он мог просто Для отвода глаз Ну как бы просто Ну вот Чтобы не было подозрений Зачем он на самом деле Пришёл в школу А дальше он взял своих Собутыльников Значит одноклассников Пошёл Выезжаешь к подворотню Достал бутылку водки И они начали праздновать его День рождения Но надо же было Такому случиться Что это была подворотня Отделения милиции Поэтому менты Прямо в окно Тут же увидели этот процесс Тут же вышли Схватили их за руку И сказали что То есть это вот Какие-то годы Это теория игры на самом деле То есть он как бы понял Что Саша потеряет бдительность Саша Ну это выпускной Или предвыпускной Девятый мне кажется Это перед Десять Десять Да то есть это девятый год Ну может восьмой Ой Две тысячи Двенадцать девятый Двенадцать восьмой Двенадцать восьмой Мне это выглядело иначе Я естественно ничего не Ну во-первых Ты не знал Идеи проявлять бдительность Не было бы Правильно Он усыпил просто Ну ты бы удивился Что он зачем-то пришел Наверное Чакрава Ну он решил что ты мог бы удивиться Поэтому он решил И следить куда он пойдет Ну ладно Значит У меня это выглядело так Что звонит мне наш друг Дима Уж я не знаю можно ли назвать его фамилию А Ну звонит Ну ты понимаешь Конечно Звонит Дима Вечером очень смущенный Слушай Такое дело Там такое дело Он как-то не знает Что сказать Потом постепенно Я начинаю его расспрашивать Выяснилось Что их значит Вот вся эта история Всю шоблу взяли Потом значит И они сказали Ну я не помню То ли там что ли Требовали взяток То ли что-то еще В общем говорят Что они будут сообщать в школу И их выгонят Будет страшный скандал И что же значит нам делать Как же нам быть И все такое И значит я ему долго Значит объяснял В чем он просит план Что он должен пойти прямо До того как уйдет письмо из милиции Должен пойти к Менделевичу И сказать что вот вы знаете Сергей Львович Вот такое вот дело Провенился Ждите что будет письмо из милиции В руках против преступной советской власти И это должен сказать президент Ну вот Нет Я сейчас излагаю мнение Голкова Голкова И так далее Да естественно они понимают Что ждите дорогие товарищи Но они говорят что с этого должно начаться Ну как бы А дальше они Сказав А Говорят Б И так далее И приходят да К естественным границам Которые были и так далее Совершенно не связь Нет Абсолютно Скажем Германия Ну Совершенно У них нет идеи Что нужно восстанавливать естественные границы И очень важно Что нет этой идеи Только благодаря этому они могут Они могут существовать Ну вот интересно было бы конечно с Волковом Что бы ты поговорил Нет Ну я не знаю Хотя историки Да историки имеют свой Какой-то способ убеждать друг друга Который мне например совершенно непонятен Ну то есть Вот просто реально непонятен Видно что они друг друга таким образом убеждают И иногда вот два историка спорили Пришли к некоторой позиции И я это наблюдал Я почему это наблюдаю Я же Я же Я же Совет возглавляю Да Ты там сидишь значит и смотришь на них Да Как статист я сижу и смотрю Да Чигадаев что-то высказал Волков возразил Да Возникает спор в котором я вообще не понимаю Да Как может быть устроена эта аргументация Но для того кто орёт более убедительно Не Ничего подобного Никогда не орут Это тебе не шоу Владимира Соловьёва Они Очень спокойно друг другу Вот так вот Один что-то сказал Да Да Миша Ну это правда Но на самом деле вот это Миша говорит да Слушай да И они соглашаются Иногда в эту сторону Иногда в эту сторону Они соглашаются Я не понимаю как можно выслушав эти аргументы Вдруг там Поэтому Вопросы изменить Я не могу понять Но Поскольку Там что-то да Там что-то своё Викториатные истории Примерно так же Воспринимают семинары математические Что они чёрт такое говорят И главное Одни ещё подражают Нет Не так Они наоборот Тут асимметричность очень глубокая Они говорят что У вас твёрдые законы У вас жёсткие правила вывода Мы может быть их не понимаем Но у вас чёртко Ты ему показал доказательства И он тебе поверил У нас не так Это мне Чагадаев всегда говорит Это не так Это вообще не так Фоменко не прав просто потому что он не прав А не потому что он там провёл неправильное вычисление Просто потому что мы знаем что он не прав Мы историки Отлично понимаем что это чушь от начала до конца А не потому что кто-то опроверг какие-то его исследования Или например Потому что какие-то из исследований Могут оказаться правдой что там Какие-то датировки могут изменения Нет Ну там как бы в совокупности То есть в совокупности он не прав Говорит Чагадаев И не прав по очевиднейшим для любого историка причинам Но это невозможно верболить Нет Слушайте не возьми После этой ахинеи с самого начала Ну вот они так и говорят И не нужно быть историком Ну вот ахинеи с самого начала Ты согласись что это же не наш аргумент Это аргумент именно историков Не нужно быть историком Это человек объясняет что Самара есть арабский город Арамас Потому что он начинает с конца Но тут можно уже Большего не слушать Ну в общем я не знаю Но кажется что в данный момент действительно Ну кстати исторических товарищей не будет в этом кампусе Ну они будут приезжать и вести историю У вот этих классических вологов Да Но вообще никакие новые магистратуры пока невозможны Потому что нету лицензии и ничего нет Лица нет На самом деле все это не важно как выяснилось Я и думал Лицензии это все не имеет значения А что важно Важно лицо Вот есть Любжин И на него идут люди К нему Конкретно к нему Если бы Волку сказал что он собирает магистратуру истории России Да То тоже вы говорите пошли А но он этого не говорит Да по разным причинам Ну не знаю может быть из-за того что действительно на 2 магистратуры в данный момент нет денег Ну в общем сложно сказать Но Волков не горит желанием Он совершенно Он пишет монографию Это он же написал Какая-то элита извиняюсь Да конечно он за них вообще специалисты Специалист по элитам Он изучает элиты разных стран разных периодов там Он не знаю Ну в общем Ну в общем Ну кабинетный историк и он больше всего мечтал бы чтобы его оставили в этом кабинете и он спокойно работал в грубое Но приходится там Со мной Давать интервью Приходится что-то еще делать вести вот Его ели или уговорили историю вести ОДП Нет Но классическим филологам наверное вся эта его история России до лампочки Они же Височайшее почтение от него Ну нет почтения но все-таки они же наверное изучают там Геродоты и Фухидиды Знаешь вот Нет Когда люди готовы изучать какую-то очень тяжелую науку то они будут изучать то что им сказал любви на все Нервнически Да Мне казалось что вообще латинский и греческий уже если они серьезно это делал вообще уже мало реально При этом что-то еще изучить Ну Да Два года или ужин Сам говорит что это очень мало Ну понятно да Вообще не серьезно два года на латинский и греческий это вообще Но делать все возможно из этих двух лет С утра до ночи С утра до ночи С утра до ночи Что-то возможно Учится Да Вот Кто-то у нас остается Кто-то там находит Ну как-то в общем МОСЭП весь разобрали по разным работам то есть В принципе Нет но люди вообще устраиваются на работу Какое базовое там я не знаю программистское или тематическое образование Один из МОСЭПовцев один из самых толковых пошел в армию служить на год Сейчас возвращается Потому что не знал что делать Ну вот сюда Вот сейчас возвращается и возможно я его там Я сейчас его присватывал в одну фирму Где мой знакомый с Кавказа главный Эксонсофт фирма Эксонсофт фирма Она распознает камеры Вот если камера слежения есть Да И информация с нее это гигантское количество ну понятно макулатуры Но нужно в некоторый момент из нее извлекать что-то важное Кто-то их воровал Машинное обучение Да и вот они занимаются вот этим расшифровкой Они на очень хорошем уровне занимаются У них там офис в Сколково И филиал в Нальчике У него на родине Да Вот И вот собственно говоря Ну не знаю В этом конечно лучше будем в другой стране этим заниматься Ну не знаю Не знаю Я сторонник того что все надо делать здесь Нет Ну в этом как бы есть явно очевидные совершенно элементы коллаборационизма Все таки распознавание и слежка Нет Подожди Это фирма всемирная И заказы у него из сестра Ну правильно Заказы у него из аэропортов из всех стран Вопрос где находится Не очень хорошо Но лучше вообще Ну даже 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 не по отношению Ну такой более глобальный коллаборационизм Может быть Сейчас вообще этим лучше не стоит заниматься Ну это хороший вопрос Да Нет я не знаю насколько это правда Я читал всякие истории про Китай На эту тему Очень-очень печально Угу Тут я не могу судить Не могу судить То есть ясно что если человека там Ну совершили насилия и оградили То это помогает В каких еще случаях это может плохо влиять Я тоже понимаю что можно придумать Ну чего Это ваше основное рабочее место? Ну нет Вообще мое основное рабочее место находится во Франции Я сейчас нахожусь к командировке И тут будет конференция А в принципе я работаю в Монпелье Это вот Лаборатория Лирма называется Информатика Мототехника И микроэлектроника Но там чисто теоретическая группа Там Я вот сотрудник этого самого СНРС французского И там А это ваш Дом Просто дом Ну это я как бы Ну не всегда жил здесь После того как вы нас с коммуналкой В центре расселили Вот я тут Ну я во Франции переехал там в 2005 году Но до этого Ну и когда Ну и когда Ну я на самом деле каждый год Более-менее месяца на три сюда приезжаю В разные машины Ну и соответственно Я до сих пор помню телефон Саши там На том А или нет Или это здесь 945-80-80 Это уже здесь А нет Значит это здесь Нет Ну это уже когда Мы переехали в 1994 году Угу 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 А там третье кольцо Прям за нами Ну на самом деле Когда мы переезжали Не было ничего третьего кольца Была такая маленькая улица Беговая Ну не маленькая, но улица По ней ездил трамвай Еще даже мы думали Что вот Может быть этот трамвай будет шум Не понимая Что вот этот трамвай был бы не совсем дал А и прямо на трешку выходит Да Да Просто вот За нами Беговая улица Беговая улица Нет, нет Ну вот Как доказательство этого Ну достаточно тихо Хороший стеклопакет Нет Это как как доставить строить третье кольцо Они Подарили да Стеклопакеты Да Ну как со советской власти Как это значит Не очень Они Куда есть стеклопакеты Нет Ну это было очень Было массово во всем доме Пришли какие-то ребята Там все Быстро Там Кое-как пробили После этого Зимою Постоянно текла вода А Это типичный Бар Да И соответственно Эти пены Пены Этой Монтажной пеной Эти Во все эти щели Надо было там Чубик от бар Туда Болшово Ну в общем Ничего А вот я бы задал вопрос Который мне задали Я бы его переадресовал Саши Да Вопрос по математике Меня просят толково Объяснить В чем заключается проблема П и НП Ну а кто просит? Ну Слушатели Подписчики Вот Спрашивается Ну П равно НП По модулю По модулю двух Или нет Решение просто Нет По модулю двух Которых естественно 2 в степени Н квадрат А 2 в степени Н 2 в степени Н 2 в степени Н То есть Есть система Линейных поравнений Из АТН переменных С целыми Коцентами И еще известно Что Ну естественно Известно Что они должны быть 0 и 1 Значит Мы можем Естественно Перебрать все наборы Из 2 в Н наборов В 0 и 1 И проверить Но если Существует Универсальный Полиномиальный АТН способ Полиномиальный За какой-то полином Ну так Неформально говоря Можно избежать Полного перебора А формально Можно сказать Число действий Растет Не от экспонента А как там Полином от Н То есть При некотором К Мы умеем это делать За Н в катой Универсально По всем Н И по всем системам уравнений По всем наборам Коэффициентов И правых частей Вот Значит Если это верно То П равно НП А если это неверно То П не равно НП Теперь мы переходим к тому Что есть очень много разных задач Да нет Есть второй вопрос Почему Ну как бы Формировка закончена Да Есть еще вопрос Почему это так важно Почему собственно Вдруг мы так волнуемся Почему именно это Надо решать систему Линейных уравнений Но Оказывается Я не могу ответить Но ты скажешь Правильно Не Оказывается В общем Поле или менее Любая задача такого же рода Когда нужно что-то подобрать С одной стороны И когда известно Ну и когда легко проверить Ну да Если тебе предъявят набор нулей Ты быстро подставляешь И смотришь Решение или нет Любая проблема Такого рода Где нужно подобрать Что-то из большого множества Вариантов Но каждый вариант Проверить легко Это как бы Легко это опять Полено Да Если удастся решать систему Линейных уравнений То удастся решать все остальное Довольно просто Там Это когда Насколько давно Это было Это Семьдесят первый год Семьдесят первый год Семьдесят первый год То есть сразу Куча задач Эквивалентны друг другу Первые работы Когда были эквивалентны Это семьдесят Да Семьдесят первые Надо посмотреть И в начале было Типа десять задач Ну там очень скоро А потом В первой работе Уже их там было Ну десятки Я не помню Сколько А потом Как бы это Такой стандартный способ Чтобы показать Что нет шансов Нет шансов Найти пыльные Для чего-то Доказывать Что она Если бы вам был То было бы И для всех других Значит на сегодня Есть банк задач Штук двести Больше Ну то есть Более или менее Даже их никто и не считает Никто не считает А огромная задача Отдруга То есть если одну из них За полиминальное время То решается и все Остальные И про каждую из них Известно что за полиминальное время Проверяется конкретный вариант А перебор будет Экспенциален Вот И они все говорят А что такое НП хард тогда Вот НП полное Это значит из этого класса Ну нет НП хард это как бы то сказать Я бы сказал что НП полное Или еще более трудное Или еще более трудное То есть известно что Если бы они решались То решалось бы это Но с другой стороны В принципе они могут Еще труднее Это решается А тем нет То есть Ну это технические Технические Сложные там непонятные Да Ну там его можно Конкретно написать Но там я не знаю Для простых чисел Там будет сколько-то Там переменных Понятно То есть это Уравнение Которое имеет решение Которое Ну при данных Эффициентах Когда там Эффициенты простые Ну нет Это замечательный Результат Матийсевича Там было решение Проблемы Гильберта Которая стояла В долгое время Это многочленная От 26 переменных Букл латинского флорита Всех Да Ну это есть 25 Которые дают Простые числа Если положительные Да Это одно из следствий Этой техники Ну К НПП Равно НПП Я не был уже Такую-то связь Потому что я совершенно Другой жизнь Все понятно Ну примерно Понятно Нет Ну если Про классы говорить Есть еще некая Промежуточная Промежуточная вещь Например вот Криптография Это разложение Намножится И оно Не совсем НППП То есть В принципе Может быть Теоретически оказаться Что это проще Проще Чем Аааа То есть может оказаться И так далее И он Собрал Видимо Волю в кулак И так я не понимаю Мы пошли Кириллевичу Да Он там признался Недеревич даже его не побил Нет Все таки люди Которые способны Выбрать именно эту Подворотню Это какие-то исключительные люди Да Это было гениально Просто Супер история Он сейчас Он сейчас По-моему В Питере Он Скажем так Год назад Мы ходили с ним В поход по Подмосковью Да нет Он в Москве А Феотистов Нет Дима Он учился в живописи Играл в театре Я даже видел И мы здесь Да А Феотистов По-моему В Питере Да Да Кажется так Кажется он в Питере Да Из этого класса Мы выгнали еще Еще одного товарища Илью Мурашова Который Тоже большой человек Теперь в каком-то банке Он работает А Слушай Я вот кстати за Ильей Илья появился в пятом году Говорил что пойдет с нами На том что Но что-то как-то Не пошел Нет Он строил дом Как Устинов Но гораздо более фундаментальный А Устинов построил дом Устинов не живет На Виберском шоссе в конце Нет Он живет в Дмитрове Он стоит конец Виберском шоссе Ааа Действительно Ну не живет Он там дом построил Но Илья построил Гораздо более фундаментальный дом Он прислал фотографии И там такие Но это было еще на стадии фундамента И там уходящие в бесконечность Среды каких-то колонн Замок да Построил замок Ну нет А где это все Где не знаю Может быть снято просто Ну подмосковье да Какое-то Наверное Нет Ну не в Америке точно Да интересно какие судьбы Судьбы разные Получились у учеников Здорово Только но сейчас Кто тут наукой занимается Пожалуй Илюша Вьюген Да Володя Жгуна Жгуна Да Когда я прихожу Все еще У меня такая Вечная надежда Что-то понять При заходе на семинары Там Горчинского В Матфас Лышке Да И там вот Жгуна Просто регулярно Совершенно встречают И он И он И он Такие все понимают Да Ну кто-то наверное еще занимается Я просто сейчас не соображу Надо было бы их перечислить Сейчас надо было бы их перечислить Со многими я что-то потерял связь Просто честно говоря Да, к сожалению Ну так вышло Давно не слышал ничего Но безусловно-да Эти двое занимаются Немитов живет в Венигороде И играет в преферендР ams Да Да Я его позвал сейчас У поавилева будет Филиал Филипской школы НаDIG А что будет кстати с этим С кампусом. А, вот, отличная тема. In the middle of nowhere. Значит, in the middle of nowhere уже стоит здание. Два. Так и решено его в борделе не перепрофилировать? Нет. А у него не было изначально ни в коем случае такое дело. Ему диктовали. А что, и кто туда поедет? Значит, мы зимой ездили на кампус и привозили Алексея Игоревича Любжина. Алексей Игоревич Любжин, ну как ты отлично знаешь его по интернету, он говорит, что без валидола по Москве ходить невозможно, потому что то одно старое здание разрушит, то другое. Когда он попал в этот край, он сказал, что это раки, что он готов здесь жить. Да. Ну хорошо, но преподаватели, допустим, будут, а студенты? Да. Вот, значит, теперь вопрос со студентами. Как это ни странно, от года к году у нас, несмотря на ухудшающиеся условия для студентов, конкурс только увеличивается. Ну, в смысле, гуманитарный. Клим-джину, да. Нет, то отделение... Ну, без шансов. Ну, непонятно, шансы не ясны. Я бы сказал, без шансов, если бы был категоричен, но, скажем так, в мой период правления, видимо, совершенно невозможно, впрочем, в нем мой период, все более невозможно. Ну, то есть, как бы... Ну, нет... Или вообще, так сказать, понятно, что и много другого, и непонятно. Ты знаешь, очень много всего, но вот самое главное следующее, смотри, в любжинской программе нет никаких аналогов нигде вообще, просто нигде. На русском языке латыни и древнегреческие этого уровня не преподаются на Творите Земле. Ну, просто действительно нет. И он в этом смысле, ну, он ни с кем не конкурирует. К нему приходят люди, которые хотят на абсолютно супер уровне узнать эти два языка. Ну, на супер уровне надо учить в гимназии. Ну, да, согласен. Но, еще раз, на максимально доступном на русском языке. Значит, есть же филфак-программа классической филологии. Наши говорят, что это не сравнение по степени, которую они будут знать. Вот. И что, прямо студенты поедут в этот кампус? Студенты есть, да. Студенты есть. И более того, есть понимание, что студенты в кампус могут быть набраны. В кампус это все будет бесплатно. Это у нас сейчас, смотри, первый набор был. Мы их селили и давали стипендию на идут в 10 тысяч рублей. Да. Следующий набор, мы, кажется, уже мы селили. Следующий мы не селили и не степендию не давали. А, по-моему, все равно там 50 человек пришло. Значит, там будет все. Там селят и кормят опять. Ну, стипендию нет, но кормят. То есть, возвращаемся к первому варианту. Человек приезжает и учится. Нет, но все-таки, чтобы уехать туда, это все равно שלное дело. Ну, представь себе, молодой человек, который болтается, толком не знает, чего хочет, хочет выучить эти два языка. Можешь себе представить таких людей? Молодой человек, кто roku не знает, чего хочет, это не тот, кто будет учить два языка. Греческие. Ну, представь себе, меня только немножко в тот. Вот я пошел в греш. Зачем? У меня не было никакого понимания, зачем я иду в греш. Ну, просто пошел в греш. В греш этот, раз quatro... Там нужно было серьезно учиться очень. Ну, то есть, все-таки, по сравнению с ним матом, это не очень серьезно. который по жизни не знает реально не знаю чего хочет но с удовольствием бы получился будут глуши вполне можете представить нет но проблема какая что сейчас трудно набирать вот этот год очень трудно потому что первый год на старых условиях а следующий на новых пока еще ними не можем переезжать пока не достроена то есть здание есть а внутри еще отделки нет и поэтому в девятнадцатом году невозможен переезд а то есть вот этот этот сентябрь будет еще в москве перец будет уже без меня я буду в апреле двадцатого и перец будет освещать следующий ректор ну и соответственно как бы и вот те кто сейчас приходят должны иметь деньги чтобы прожить этот год но должны быть готовы ехать на природу в следующем то есть они пересечения множеств тех кто можно вы не можете сказать что ты и и эти люди проучатся два года здесь а следующие люди ну как то есть такая идея есть и успенский много раз бы сказал такую идею что если там принято решение там изменить какую есть на программу экзамена за как вступительного то это можно делать только с того момента когда нынешние люди уже которые готовились поставили программе уже его стату дорогу я внезапно ровно та идея которую я предлагал что мы не набираем в этом году вообще спокойно доучиваю тех кто есть и 20 ну как бы в следующий год раз нет нет набора и это видно тоже плохо нет вы делаешь если вы могли бы иметь те которые учатся здесь два года а потом там там много возражений там них а денег маму не там нужно там в общем или преподавать или от возражений да во первых это во вторых что есть желание чтобы все-таки первый-второй курс друг другом взаимодействие как очень там много разных моментов и у нас в этом году не известно что будет я поэтому всячески пропагандирую дорогой удовольствие там я не знаю отопление электричество как это все оплачивается все дороже на самом деле в москве да я подозреваю что да михаил викторович никогда не сообщает что на самом деле у него с финансами поэтому мы просто доверяемся ему но но там все строится на киде на сколько человек на 100 на данный момент то есть можно в принципе открыть даже две программы а где живут преподаватель на эти 10 а я смотрел один из домов там один дом это учебный корпус арената жилой ну и там столовые перспективе на пока решили там а сколько туда ехать значит ехать нужно до балагова или до вышнего волочка дальше на машине около полутора часов последние полчаса без дороги без асфальта но кстати дорога не такая плохая как я ожидал то есть я когда проехал зимой по ней я понял что она мало отличается от асфальта хорошая грунтовка но в общем так или иначе так или иначе сам любви очень загорелся причем прям перестанет работы с и библиотеки там и дал он готов прекращать всякие связи с цивилизацией вообще называть себя мизантропом и говорит что он ненавидит просто все человечество правильно но там он рад будет там учить вас после этого допустим через два года это закроется и шоу уже будет после этого делать ну вот вряд ли можно планировать не знаю не знаю ну могу сказать но ночью и будет какой-то гуманитарный реактор а это безумная история я прочел я не прочел я прочел не прочел посмотрел ним который он написал представляет историю с точки зрения до русской двери не нет но эти рассуждения про естественные границы ночью это все как бы смотри карты человек наполняет смыслом слова сказанные своим но смысле он добавляет все равно свой смысл да то есть но для меня смысл естественно границ грубо говоря в том что где рассказывают и смеются называется профессии историк ну почему ну вот что такое границы там одной страны для меня это там где рассказывают одни и те же анекдоты смеются на ними тогда понятно что они скажите про нее а зрителям чтобы которые вообще не видели не читали да она еще не вышла история а почему рф еще не россия а но это маленькая книга она не претендует ни на какую там полноценность и обстоятельность это просто его некоторые соображения сейчас он пишет гигантскую книгу история россии вот это будет действительно то есть ну там в кругах историков говорят что это первая вообще попытка после революционная нормально все записать за время совка и после советского периода и но когда он был он был участником этой книги двухтомник или сейчас трехтомник я понимаю под редакцией зубова есть история россии с первым знанием и он по-моему там было одним из них у него вполне последствия концепция мне кажется что если бы ты с ним побеседовал то согласился я ничего не понимаю в истории но все-таки нет ты базовый это представление как будто как выглядит ученый историк и что он может себе позволять что что не может мне кажется но не могу судить где именно он не впадает новую у него пока и так он агитатор и это самое ну ну я нет я читал книгу так это это же читал я читал с экрана там все подряд как-то я так но нет есть довольно большая группа людей которые даже речь один доджи юристы я вот сейчас пошел его статью про реформу судебную реформу ну и в мысли вокруг очень последовательный взгляд что у нас нету ну как бы у нас нет этого самого но как бы нет декоммунизации просто у нас те же названия улиц они как бы создают некоторое поле правовое в котором уже невозможно сделать реформу то есть он последовательно говорит что вернуться к семнадцатому году и того чтобы ладо то есть ну как бы вот идея правовое поле это не то что с названием улиц ну наверно скорее скорее славой атмосферу там вот вот нет ну конечно не было ну как то есть и в этом как бы и главная идея что чтобы провести серьезные реформы существующей действительности нужно выбрать путь которым мы идем и эта идея она прослеживается у волкова и у верещанина и у других историков ясное дело что восстановить скажем 100 реституции уже нереально потому что столько всего произошло но верещанин не настаивает на восстановление он говорит что нужно признать что здесь были эти хозяева просто извиниться перед ними уже уже это серьезный шаг ну как бы что вот попробовать но кто будет извиняться но это правильно это это они все говорят что сегодняшняя власть не будет однозначно это понятно вот потому что даже колчака не или не реабилитирует как военного преступника потому что он боролся с оружием в руках против советской власти не является реабилитации вообще дикой потому что мы как-то представьте чтобы не знаю казненных казненных этих самых красный красный капелла в германии против фашистов и представьте чтобы их реабилитировали признали что они не совершали преступления я думаю что это безумие они были расстреляны как в борьбе с фашизмом и странно теперь как-то еще этого нет 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 смысле что мы не считаем их преступления все приговоры тогда должны быть отменены просто автоматически кроме уголовных тут волков как раз объясняли очень хорошо что уголовное дело если кто-то своровал его советская власть посадила здесь мы не обязаны отменять этот приговор нет но разбираться уже невозможно это чисто символическое ясно что все говорили 19 года не что можно отменить их это не значит реально там какой-то убийцы выйдет на свободу конечно но памятники отношения памятника связано если мы ставим памятник колчаку или вопрос что его с ней снять надо до который сейчас возникает по иркутску а то он связан напрямую с вопросом о том что колчак по нынешним законам российской федерации является военным преступником и они именно к этому оперируют говорят что он такой как какие-то важно это же символ они важны символ важен объяснение что нужно реабилитировать поэтому нельзя просто надо надо назвать вещи своими именами а уж там это на другой вопрос число битов в том числе который в логарифм полагаю при меня не надо логарифм ну конечно нет но так как то он вообще ну да król пробую все но не давайте можно например может оказаться что квантовые компьютеры могут раскладывать на множество, но не могут решать это по полной задачи. Сейчас первое известно, только неизвестно бывает ли квантный компьютер. А что это такое квантный компьютер? В принципе, это некоторые устройства, которые используют заклады квантной механики для каких-то полезных вычислений, ну как сказать. Сейчас это, так сказать, промышленного масштаба не имеет, то есть никаких полезных вычислений, по-моему, нет до сих пор, но вот есть надежда, что может быть, но это, я бы сказал, не надежда, а опасение, потому что если всю банковскую криптографию придется менять, то это будет катастрофа. А, квантный компьютер может расцифровать, да? Существует алгоритм, который там, разложение на множители, который использует квантовый компьютер, ну в некоторой модели. Удастся ли реализовать компьютер такой модели, это... Ну, криптография, как я слышал сейчас, на эллиптических кривых и на семерную точку строй, Это верно, но... Бывает эллиптические кривые, но я подозреваю, что разложение на множители там сильно попортит дело. Ну, в общем, как бы та алгебра, которая используется в криптографии, она так по природе своей более подвержена опасности, что квантный компьютер что-то может сделать. Угу, ясно. И это, как бы, так сказать, будет мировой кризис, если так случится, потому что всё электронное... Всё откроют. Ну, их выключат, как бы выключат, и всё остановится. О, как! Ну, и, может, не сразу это будет, может, сначала они разложат большие, может, как-то это будет за время, ну, не знаю. Ну, я думаю, что в ближайшие, ну, так, на нашей жизни, может быть, не будет. Не будет, да? Пронесёт. Но... Нет, ну, интересно будет, особенно будет интересно, они откроют какие-то новые вещи в квантную механику, просто потому что с элементами тех, чем раньше не пробовали, но пока это ещё не произошло. Да, я вот в этом полный профан в этих вещах, меня часто очень спрашивают на лекциях, я думаю, что я ничего не могу сказать, совершенно. Ну, я тоже абсолютно это не понимаю, и вот есть пример очень любопытный, здесь такая игра. Два человека приходят в две комнаты, и им сообщают два случайных числа, там, А и Б, ну, два бита случайных, А и Б. Угу. А они должны ответить, тоже послать об ответ случайные биты, там есть С и Д. Так. И вот, значит, там надо, значит, они выиграли, они играют как команда, они выиграли, если С плюс Д по модулю 2 равняется А или Б. Ну, это надо помикнуться, значит, один получает один бит и другой получает другой, они должны узнать то, что их интересует, есть ли среди этих битов единиц. Сейчас, но бит – это какой-то длины. Нет, 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 0 и 1 просто. А, я посылаю, да, все, 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 понял. Тебе послали бит, нет, прислали. Тебе 0 и 1. Нам надо как-то определить совместными усилиями, не сообщаясь друг с другом, есть ли у кого-то из нас единица. И определить, ну естественно, что ни один из нас не может определить, потому что он знает, есть ли единица. Ну, т.е. если я вижу, что есть единица, то я знаю, что все хорошо, но понимаю, как все сообщить. Да, нет, но в сообщении единственное взаимодействие происходит при выводе. Т.е. мы сообщаем какие-то биты, там, С и В, и нужно, чтобы их сумма по модулю 2 равнялась, Ну, не важно, вообще есть какая-то задача такая. И известно следующее, но более-менее очевидно, ну, не нужно никакой квантовой механики, что если мы это делаем классически, ну, без квантовых, то максимум, наши шансы, это 75%. Реально просто мы должны говорить просто, что есть единица, и это будет 75% нет, и ничего более быстрого не бывает. А если у нас имеется заранее нам выдать то, что называется сцепленный, там, entangled, ну, два бита, которые находятся вот в сложном состоянии, запутанные это иногда еще говорят, ну, неважно, и мы произведем некоторые такие вот, мы не можем с другой, это не даст нам вообще сообщаться, но мы можем над этими битами произвести измерения, whatever it is. Ну, какие-то, так сказать, фантомеханики, почему мне сейчас делать? Ну, фактически, пускай, если это коробочка, мы нажимаем на кнопку, и вот тогда можно эти 75% повысить до 85%. То есть вот квантовая механика имеет некоторую такую силу, которая без нее представится невозможной. Я не могу себе представить даже с ней. Нет, но, по крайней мере, не нужно понимать квантовую механику, чтобы понимать, что вот если действительно принесут такие коробочки, то дело будет явно не чисто. Ясно, что происходит какая-то там телепатия, не телепатия. Ну, вот обмен информацией не происходит, происходит некий такой квантовый процесс совместного измерения. Обалдеть. Я как-то, мне Данилов дал статью, квантовая теория его называл, quantum game theory. Без шансов. Там автор просто утверждал, что можно выиграть в Орлянку. Нет, я думаю, что… Ну, там разновидность Орлянки, которая очевидным образом… Нет, я думаю… Он показывал, как в нее выиграть. Я думаю, что более внимательное изучение статьи выяснило бы, что там на самом деле утверждается. Я не думаю, что результат можно изложить таким упрощенным способом. Нет, может быть вообще жулик, я не знаю. Нет, в том-то и дело, что нет, то есть в нормальном журнале там, ну, все как бы круто. Но при этом то, что он утверждал, это что-то, что там вначале первый загадывает, то второй что-то делает, и потом первый снова отгадывает. То есть это какая-то немножко усложненная Орлянка, не такая вот прямо, а чуть-чуть более сложная. Нет, но при этом очевидный исходный эквивалент… Ну, то, что вероятность выигрыша может возрасти, но вот это… В общем, да, это что-то, да, какая-то, да, сопредельная фантастика, я ничего не понимаю просто. Нет, ну это… понять, как это, что реально физически реализуемо, а что нет, это вообще без шансов. Но понять модель, в принципе, ну это просто некоторая линейная алгебра. То есть там есть вот пространство третьих состояний, там… Да. Не то, что это… не то, что это такая именно физика, то есть модель… В МЗ-2, да, все происходит? Нет, комплексные числа. А, это на С все, да? Нет, нет, но в общем, саму модель, конечно, ну это там… формально… формально… Это несложно понять, там… Ну вот весь там… То, что называется кубит, ему соответствует там просто двумерное пространство, а набор УЗН кубитов соответствует тензорное произведение этих пространств… Да, а каждое элементарное действие состоит в применении, там, не так, но оператора к трем этим кубитам, это продолжается… По линейности на все? Не по линейности, а просто к центру произведения. Ну, по линейности. Это совершенно несложно. Как сядешь, так и следишь. Да, как сядешь, да. Но… Ну там даже есть… Ну физики есть, конечно, которые это понимают. Вот есть Леша Китая, когда один из корифеев этого делят. Но есть даже математики, которые как-то прониклись этой физикой, ну или научились работать… Понимая физики, не знаю. Ну вот, по крайней мере, это очень такая большая область, там есть разные работы, достижения… Ну да, спекуляций вокруг него очень много, потому что почти на каждой лекции это вопрос про это, и там на многих лекциях, и просто в переписке меня постоянно задают эти вопросы, то есть… Нет, но… Общественность взбудражена, безусловно. Да, но ты можешь твердо отвечать, что ты в этом ничего не понимаешь… И я, к сожалению, так и делаю, да? Да, и это… Ну и что понять, это непросто. Ну, если можно пересказывать… Мы можем пересказывать с того, что говорят специалисты… Ну, это да, напеть… Рабинович мне напел «Лунную сонарку». Нет, но надо очень осторожно… Мне понравилось, да? Маленькие кусочки из «Лунной сонарки», которые мы запомнили, можно повторить, но не надо только так переходить в свободный полет. Да, да, да… Это, кстати, да, это главный соблазн, когда интервью берут, это… Ну, как бы всегда же круто, что ансенсационное сказать, да? Потом будут перепечатывать… А стало понесло. Да, но уже неверное. Формально это уже неверно все. Непроверенное. Нет, я на самом деле, если честно, я не очень… Ну, я видел разные твои видео с твоих лекций, но мне кажется, что ты рассказываешь про какие-то вещи, которые и самому бы лучше понимать, и в которые слушателям явно слишком трудно. Ну, это вообще как бы, так сказать… Есть физкультура двух видов… Есть как бы пропаганда спорта двух видов. Можно там просто бегать там трусцой на километр. Да. А можно показывать… Как быстро бегают, да? Показывать соревнования с олимпийских игр, и все сидят на диване, пьют пиво и смотрят… Да, да, да. Вот… Я как-то очень боюсь, что популярные лекции в математике они приобретают этот второй характер, что именно такой же есть такой вот клевый крем. И, значит, он вот что-то такое рассказывает. И просто вот можно наслаждаться самим видом. А вот если после этого нужно какую-нибудь задачу, то уже становится… Полная аналогия будет вот какая. Вначале мы все бежим трусцой. Потом я начинаю убегать, говорю, что вы тормозите, давайте догоняйте. А потом я показываю на человека и, смотрите, вот олимпийский чемпион. А он там гоняет туда-сюда. И меня, и… Ну, вот я бы… Да. Ну, вот я бы… Советовался на первом моменте, когда все так немного… Ну, на самом деле, это всегда… Проблема в группе, что группа очень неоднородна всегда бывает. И в ней всегда сидит там 3-4 человека, кто шарит. Вчера, например, были двое с михмата. Позавчера. Эти двое с михмата, естественно, понимали все и подгоняли меня. Вот. Ну, то есть, как бы… Подгоняли в таком смысле не то, что типа Алексей Владимирович, давайте скорее, а их присутствие, да, и их вопросы. Налаживало меня на наклад… Ну, как бы… Настраивало… Да. В школе тогда есть простой способ. Чтобы они вышли к доске и что-то рассказывали… Да, на лекции такого способа нет. Но остальные смотрят там восхищенно. Нифига себе, кто-то тут понимает то, что происходит. Надо же, вот можно это понять. Вот, ну, не люблю я такого, когда вот все восхищаются тем, что можно что-то понять, но не понимают сами ничто понять, ни как это вообще. Лучше бы они как-то что-то такое простое делали, вот, ходили бы прогуливаться. Я говорил, знаешь, что такое очень типичное письмо про мою книгу звучит таким образом? Алексей Владимирович, какая замечательная книга, я ее с удовольствием на ночь читаю, а правда ничего не понимаю. Да. Я говорю, тогда читать лучше Достоевского, если не понимать, то, наверное, лучше хорошую художественную литературу читать. Достоевского тоже лучше понимать. Нет, ну там просто чисто технически ты объясняешь сложные вещи быстро, там это все не отредактировано, не разбито на части, то есть, ну, вообще так, если ставить цель, чтобы не задаются вопросы, то есть, если на лекции человек не останавливается, ну, не лектор, а слушатель не имеет момента подумать и понять, что вот он на этот вопрос понял, и после него на него может ответить там, ну, а раньше не мог, или там он сам придумал, не понял, как объясняется, то я считаю, что это такой жанр, так сказать, вот... А если он смог один раз, в начале самым? Ну, вот была лекция, на полтора часа, первый вопрос там он понял, человек понял и действительно осознал, что он раньше этого не понимал, а потом уже слушал так. Ну, вот пишет лекция именно так устроена, обычно на самом начале там что-то еще вполне. Нет, Калмогоров учил так, что, ну, правда не про лекции, а про статьи, про энциклопедии, что первая фраза должна быть понятна любому там человеку с начальной школы. Так. Потом должен быть там абзац, который понятен со среднего образования. Так. Потом там с полным среднего образования. Ага. Потом там можно немножко написать то, что понятно там студенту. Одну фразу про то, что понятно там кандидатам наук. И в конце, если статья очень длинная, говорил Калмогоров, то можно написать что-нибудь коротко, что понимает только автор просто в качестве награны. Вот я боюсь, что пропорции популярных кандидатов уже набранные. Пропорции другие, да? Пропорции другие. И это мне не нравится. Ну то есть, ну не, я понимаю, что это другой жанр, когда там говорят там про, я не знаю, про какие-нибудь там вирусы, то есть эволюцию, не дай бог еще, но это, конечно, люди слушают и развесив уши. Это не, ну и в этом и естественно, что они не могут сами. Ну да, нет, математика. Математика чуть-чуть покажет. Но если, ну вот, когда вместо этого там происходит, это как-то я и не знаю. У меня есть идея сделать жанр новый. Вот история, вот, ну собственно, на последней лекции, которая была последней вообще в этом сезоне, завершающей, я чуть-чуть этот жанр применил. Я сказывал немножко фактов из жизни математиков. И тут же получил очень много критики из зала. Я не знаю, правильно. Да. Это, кстати, тоже момент, что если уже что-то рассказывал. В Википедии неправильно написано про некоторые вещи, как я понял. Ну, не надо пересказывать. В Википедии. Нет, я в свое время уже горько поплатился за это. Была книжка с Гельфандом написанная, в которой я написал некоторый фрагмент про хорошо темперированный классир. Так. Причем пересказывал. Ну то, что я там слышал, я не помню. Это Бахт придумал? Потому что я слышал в музыкальной школе, почему возникла темперированная экология, чтобы была равномерная темперация. Вот Бах, значит, под нее написал это все. Потом, когда уже это все вышло и было уже, так сказать, я как-то решил все-таки узнать подробно. И до сих пор мне это стыдно. Пришел ужас, да? Нет, конечно, там у Баха была неравномерная темперация, а наоборот там, ну не наоборот, там были некоторые системы темперации, которые были разработаны. А что такое темперация? Что вообще такое темперированный клавир? Вот я слышал от музыкантов, Бах придумал темперированный клавир. Я говорю, объясните, что это такое. Способ настраивать все струны. Ну, это самый. В принципе, там настраивают по квинтам. А клавиры это просто пельмины, да? Ну, да, клавиры. Я не знаю, что значит по-немецки точно. Пианино во время Баха и рояля не было. Были, конечно, клавесины только. Ох ты я. Серьезно? Вот это вот буквально там девятнадцатый век, да? Нет. Еще и Бах, при Бахе этого точно не было. При Моцарте уже было, но это было совершенно с другим звуком. Он был такой, ну там Моцарт, например, свой этот самый рояль возил на концерты, возил на какой-то, ну на лошади, так сказать. То есть он был гораздо меньше. Он был гораздо легче. Ну, тоже он был тяжелее клавесина, но все-таки это было совершенно... А орган был давно? Орган был давно. При Бахе был орган, конечно. Орган был старт. То есть самая большая машина была всегда, да? Давно была? Органы разные бывают. Они бывают и маленькие. Орган при Бахе, конечно, был он, был крупнейший. Сейчас Света, кстати, музыкал. Света музыкальный стол поступила. Галя закончила, а Света поступила. Она больше учиться не будет. Галя нет, все. Ну да, но она рисует, она рисует. Тихо, тихо. Вот сейчас слышно более-менее основной тон. Так вот. Сейчас. Тихо. 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 Завоя сюда. Ага. Вот, но так это, на самом деле, вторая гармоника уже. Если начать кручить сильнее, так будет третья. но никто не обещал в зависимости от скорости возбуждаются какие-то разные а если дуть сильнее будет вторая гармоника особенно если неплотно зажать то будет дальше еще сильнее будет следующая ну и тут я уже не знаю получится или нет это следующие да 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 на самом деле важность не сильнее длитель успеха Особенно боком, но это надо уметь. Вот Света сейчас пытается, пока это... Это вообще ми уже, почему-то пропустилось. В общем, те, кто умеют, могут это снимать. Я ре, по-моему, сейчас, да. Единственная мелодия, которая умеет играть на этом инструменте и на этом. Нет, про это я вру. Я еще учился для Мишкова несколько мелодий. При конфлете я чуть-чуть учился. Ты помнишь, да? А вот на этом только одну. Только 7,40. Но позиционирование... Позиционирую себя то, что... Как ты умеешь играть на этом, я бы сказал, тоже не смелые гипотезы. Кстати, все деревянные, а у Светы... Ну, теперь они все пластмассовые. Это когда-то еще есть ГДР. Блок флейта, да? С советского времени, да. Расскажите про ваш подход к преподаванию математики. Ну, это не мой подход, но это... Константинова, да? Ну, история такая. Когда я учился на математе, ну, там были всякие олимпиады, там надо было помогать их проводить. А в какой-то момент, значит, там... Наверное, Константин, а может быть, не он, не сразу... Не прямо он, а кто-то сказал, что вот набирается в 91-й школе класс, и вот не хочу ли я применять участие в этом процессе. Ну, и... Тогда я набирал там Маша Хайкина, и... Какой это год? Это выпуск 80-го года. Это не Концевич? Ну, да. Потом в этом классе учился Максим Концевич. Мальчик, который на собеседованиях уже умел интегрировать и обосновывал это? Ну, да, нет, он всегда был... То есть это не как... Он сейчас там философский лауреат, но... Не то, что я его чему-то научил такому важному, он всегда был очень умный и все знал. Но... Это самое... Вот он... И тогда я, конечно, совершенно не понимал, как это нужно все делать, и... Ну, из осторожности хотел бы... Ну, мы с очень приятелями этим занимались. У нас хватило разума разбить класс на две группы, и в небольшой группе. Вот там было человек, наверное, десять. Ну, вот, значит, это фрока. Ну, и на самом деле не очень удачно. Как я сейчас понимаю, посмотрю на эти листки, ужасно. Но, тем не менее, значит, вот... Первые листки, да? Потом там Алик Суханов, который, к сожалению... Алик, это программист из... Ну, вот он потом преподавал программирование в 57-й школе. Тогда он набирал математический класс в 57-й школе, стал Луди Шандером. Я там немного приходил к ним помогать. А там вот учился Боря музыкантский. Наши врачи. Да, предыдущий перед нами класс. Ну, в этот... Нет, 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 нет. Это был выпуск 84-го года. А, потом был класс, который мы уже с Динсбургом набирали. Вот, предыдущий перед нами, да? Масло был параллельным в классе. Там был Махлин, там был Мезербашаев, там был... Вот они приходили к нам и принимали у нас занятия. Это я понимаю, хорошо. Ну, да. Тимур постоянно принимал у меня и давал мне щелчки за мат. То есть я боялся, что если я тебе буду сдавать, ругаясь матом, ты мне дашь такую оплеуху, что я покачусь по рядам. А Тимур, он был добрый. И когда я привел матерное слово, он только делал щелчок по хобу. И у нас было такое соревнование. Вот кто сильнее? Вот я все-таки выдержу весь урок матерять, буду ему сдавать? Или он все-таки мне щелбанит? Да. Ну, в общем, так или иначе, значит, это было... Они были в 86-го года, а мы в 90-го, да. Но и действие в том, что люди решают задачи в процессе, то есть почти ничего не происходит, не разбираются у доски, а люди решают задачи и рассказывают решения. Ну, если есть возможность найти такое количество преподавателей, пусть математически квалифицированных, а пусть совершенно неопытных как преподавателей, то вот они так... Ну, как-то и происходит. Ну, то есть идея такая, что лекций, в общем-то, нет или их мало. У нас были отдельные Аркашины лекции. Аркаши Вайнтроп. Раз в месяц, наверное, не чаще. Некоторую лекцию читал весь урок. Я помню, что мне трудно, даже вот в 50-м школе, мне на самом деле трудно было за ней следить. А может, там скорость была очень большая, я не помню точно. Но, в общем... И он как бы предвосхищал следующие несколько листочков этой лекции. А потом уже начинались листочки с заданиями, и в них просто давались определения. Определения там. А делится на Б. Кто мы только что... Мы называем, мы говорим, что А делится на Б. Ну, первый листочек. Первый листочек. С что? С что? С что? Да. И дальше спрашивается верное, что 0 делится на 0. И я помню, что я сижу... Это первый урок, первый раз в первый класс. Ну, в смысле, восьмой. Первый раз в 50-м школе я сижу. И у меня вот листочек с этим определением. И я думаю, мне как обычно надо сказать? Или нужно воспользоваться определением? Вот у меня такая дихотомия. То ли я должен сказать, что не делится, потому что так учили, то ли сказать, что делится, конечно, потому что я могу любое число подставить, и получится, что 0 равно 0 умножить на любое число. Подошел ты... Чего ты помнишь? Да. И я сказал, вот как отвечать, как учили или согласно определению. И ты твердо сказал, согласно определению. И я сказал, тогда пожалуйста. И ты поставил плюс, сказал, правильно. И ушел. И тут я понял новые правила игры. То есть мечтой управляющий, значит точно нужно пользоваться строгими определениями, которые написаны. Ну и дальше все пошло в общем-то. Нет, реально, если есть большое количество энтузиастов, которые готовы этим заниматься, пусть даже не опытных с точки зрения преподавания, но понимающих, которые сами знают решение задач, то это нормально. И это такая хорошая система. Я думаю, ну... Нет, ну еще конечно есть проблема, что школьники стоят на ушах и нужно там как-то на них орать, чтобы они, значит... Да, и даже если эта проблема решена, все-таки проблема, что когда один школьник сдает другому преподавателю, вокруг все равно некоторая окрестность слушает. Все, на окрестность просто слышит. Нет, у самого себя это ничего нет. Плохо, когда там просто бардак. Ну да, и в результате происходит какое-то, да, очень все громко, очень... Да. Ну вот атмосферу это нужно отдельно, на самом деле, может быть, если нам где-нибудь разрешат, мы поснимаем атмосферу вот такого процесса, например, в классе, где мой сын учится в 189-й школе, то есть зайдем и поснимаем, как это происходит на самом деле. Ну это есть разные, я думаю, что это уже снимали. Миша в Сириусе вчера прибыл. Миша в Сириусе вчера прибыл туда. А-а, программистик. Да, да, он информатик. Он как-то... он математику с удовольствием слушает, но он всегда пытается понять, как это упростит алгоритм, который он пишет. Нет, ну сейчас... Ты, кстати, заходишь, да, к ним иногда, принимаешь задачи? В этот приезд, там более-менее все кончилось. Я там, я был в... это самое... он там рассказывал в другом классе, в этой школе, зашел посмотреть, но... и видел его. Удивительно, что он пока, дай бог, чтобы он пока не потерял интересы, там встает все. Ну да, встает. Нет, там Илюши Зутлер. В смысле, не Илюши Зутлер. Там, значит, Зутлер младший, там Таня Михайлова младший. Ну, конечно. Ну, его я лучше всех. Ну, в смысле... Мишка, потом музыкантский, но она ушла. Ну, она как бы так, да. Ну и вообще у них девочек нет, сейчас что-то делать надо. В классе нет девочек. Три года еще учиться, и нет ни одной девочки. Ну, не надо так заранее вон набирать. А, кстати, вот что делать в таком случае? Действительно, что было не надо делать или что делать сейчас? Кого-то еще найти после двух лет вот этой муштры, чтобы какая-то девочка могла сейчас поступить не в класс, это уже мало реально. Нет, ну а что... Есть стандартная классическая технология, называющаяся дискотеки. Или там танцы. Но надо с нее просто ничего не требовать. Ну, как бы она сидит... Нет, нет, зачем учиться в классе? Ну, не так, не обязательно прямо, чтобы в этом... А, я понял, что... Ну, вообще, сама идея, почему школьники должны прямо делиться на классы, это некоторое технологическое, но не очень понятное, потому что там, почему... Дискотека должна происходить строго... Да, понятно. Это странно. Как там это все было? Ну да, когда-то вообще были мужские классы, женские, да? Ну, нет, это когда-то... Балы были, как известно. Можно изучать классическую русскую лидературу. Да. Лев Толстой, Наташа Ростова, Евгений Евгений... Просто... Нынче поспешим на балку, да? В одни веселья и признания я был от балов без ума, вернее, нет места для признания... В одни веселья и желания я был от балов без ума, вернее, нет места для признания и для вручения письма. И совершенно не надо было учиться в одном классе. В одном классе, да. Но как-то я не знаю. Потому что я, например, когда сдавал задачи, я все время оглядывался на... Ну там... На девочку, например, которая мне нравилась в этот момент, да? То есть это было... Ну о чем, а значит, это все. Был стимул, я сейчас решу задачу и... Ну в смысле, невозможно заниматься социальной инженерией, надо же заниматься математикой. А сейчас много где-то системы с листочками работает вообще в России и в мире? Нет, но эти классы существуют там, наверное, с 70-х и 60-х каких-то годов. И более-менее это продолжается, так сказать. Но это сложно... Но только в нескольких школах. Но это сложно, потому что найти квалифицированных игрателей, которые бы еще добровольны... Потому что ясно, что оплачивать это невозможно, ну сколько-нибудь серьезно. Все просто люди, которым это интересно. А, соответственно, но их не может быть много, и это в нескольких школах там... Да! Обучение математики в полной мере требует наличия преподавателей в сравнимом с количеством учеников в числе. И это накладывает, ну, как бы, действительно, не может расшириться очень далеко. Или требуются какие-то очень мотивированные ученики. То есть, ну, все-таки, вот чтобы... Вот интересно, да, я вот, значит, тут было шикарное интервью, если ты читал, думаю, что тебе понравилось. 31 лице Челябинска, его директор дал интервью. Попов. Да. А я у них выступал этим в этом году воинваре. Да. Дикий мороз, 37 градусов было мороза. Да. То есть я выступал. А я рассказывал теорему Херма при Н равно 3 для специально отобранных школьников. Да. Это была лекция самого высокого уровня, которую я только давал вообще, вот, одноразовая. Ну, там, школа Раверовского не в счет, там, собираются все стороны приденные. Да. Но вот в школе, никогда, нигде, ни в одной школе не было школьников такого уровня. Просто как это, там в женецких листочках, там нет у них этой системы, то есть как они этого добиваются. Там действительно видно, что они и призеры, и победители постоянно. Не же Нарвиц из их. Нет. Там, во-первых, там есть другая... То есть сейчас... Как они учат? Сейчас существует параллельная система со всеми недостатками и достоинствами. Это система Олимпиад. Когда вот как бы занятие математики рассматривается как тренировка, что ты вот позанимаешься, а потом где-нибудь победишь. И получишь бесплатный билет, соответственно, в смысле такой безегэшный билет на Матфак. Ну это да, нет, но Матфак-то это не нужно уж так прямо побеждать. А там если там, а там какая-нибудь там советская власть даст премию какую-то... Ну в Сириус, да, вообще понятно, да. В Сириус. Ну если бы еще на сборах была именно математика, это не так было бы обидно. Но когда там происходит именно вот дрессировка, там они тренируются, потом там отбирают команду всю эту самую на Международную Олимпиаду, это все там стоят на ушах из-за этого, возьмут их, не возьмут. Ну а с другой стороны, как такой способ мотивировать тех, кто без этого не заинтересовался, это действует. Ну вот с программированием особенно это. Да, Мишка мне признавался, что в его классе, вот в этом 179-й, большая часть людей, которые еще там не остыли, они имеют в виду алгоритмы в дальнейшем. То есть они видят вот эти простые числа, они понимают, что их нужно изучать вдоль и поперек, потому что алгоритмы на этом построены. Ну это, кстати, простые числа. Ну на программирование смотрят в первую очередь. Ну, то самое главное. Ну непонятно хорошо или плохо. Ну действительно, как бы мотивированным, как Володя Жгунова, с самого начала просто так мотивированным самим собой. И этому делу прямо вообще единицы. Ну да, в 31-й школе... А в Челябинске я никогда не был бы этого. Просто невероятно. То есть это вот, ну ты попадаешь в какой-то сюр. То есть как они могут так понимать все? Как они могут это воспринимать, слышать там? Нет. Ну стоп, это самое. В 57-й школе тоже есть хорошие школы. Таким. Это вот, я не верю.